Благодарим и славим Тебя, мы превосносим Тебя, Для Тебя нет ничего невозможного! Аллилуйя! Ты сотворяешь сегодня чудеса, Ты сотворяешь сегодня знамение Господь, Ты избрал нас, Господи, Ты привел нас в обетованную землю, Где течет молоко и мед. Аллилуйя! И мы сегодня полны радости, Мы полны свободы, Мы полны сегодня Твоего обетования Во имя Суса Христа. Аллилуйя! Ты сказала, свершилось! Благодарим и славим Тебя, Аллилуйя! Что мы избраны Твой народ, Мы царственное Твое священство, И Ты, Господь, привел нас в эту землю, Для того, чтобы наполнить наши сердца, Обновить наш разум, Преобразовать мышление Господь. Это день, день победы! Аллилуйя! Ты творишь все новое, И все, что было, Господь, закрыто. Она сегодня открывается. Аллилуйя! Ты открываешь небеса, Ты открываешь нации и народы, Ты открываешь страны. Господь, мы благодарим, Благодарим и славим Тебя. Аллилуйя! Тьма уходит, свет приходит, Смерть ушла, жизнь пришла, Ибо в нас, Господь, Аллилуйя! Жизнь Твоя течет, И когда мы приходим, Господь, Аллилуйя! Тьма уходит, Смерть уходит, Жизнь приходит, Радость и свобода, Процветание и преуспевание. Спасибо Тебе, Что Ты поднимаешь делатели На небы Божьи. Ты сказал, Молите, Господи, На жертвы, Чтобы послать делателей. Мы благодарим Тебя, Иснаем, И, Господь, Просим, Господь, Вышли сегодня делатели, Подними сегодня, Служителей, И буквы на духа. И мы благодарим Тебя, Господь, Что из одного Будут тысячи, Господь, И слабого, Сильные в однород, И Ты ускоришь это. Спасибо Тебе За это время реформации, Спасибо Тебе За это время преуспевания, Спасибо за это время Полного посвящения, Что Ты поднимаешь сегодня, Господь Моисеев, Ты поднимаешь Авраама, Ты поднимаешь своих служителей, Которые, Господь, Оставляя свое жилище, Оставляя свои дома, Идут туда, Куда Ты призываешь, Чтобы привести жизни, Принести свет. Спасибо за это доверие, За Твою любовь, И мы полны сегодня, Господь Твоей любви, И мы приготовлены Своим сердцем, Чтобы получать сегодня От Тебя, От Тебя получать Обетование Твое слово, От тех, Которых Ты поставил Здесь, Господи, Чтобы Господь Наполнить наши сердца, Расширить пределы Служения, Господи, Прослаться, Мы благословляем Кевина и Лысой, Мы благословляем Всех служителей, Которые будут проповедовать, Которые будут, Господи, Боже, Брать от Тебя с небес, То послание И вносить в наши сердца, Чтобы оно пришло И исполнилось В действии, В реальности, Чтобы мир познал Тебе, Господь, Благодарим тебя, Что Ты единый Бог, Бог неба и земли, Ты принес в наши сердца Единство, И ты дал нам Единое повеление, И дети проповедуйте По всему миру, По всей земле, Учая крестяне Име отца и сына, И святого духа, И прославленный Отец, Сына, Дух Святой. Доброе утро, Я живу, И Бог живет во мне, Нас ожидает сегодня Прекрасный день, Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас Большой день И поэтому я хочу, Чтоб мы были готовы К нему И верю, Что Бог Что-то особенно Приготовил Для каждого из вас Знаете, Когда Бог Собирает нас Для подобных мероприятий И мы получаем Слово Но каждый из нас Получает свое Откровение От Бога, Которая позволяет нам Двигаться И сегодня утром Наш семинар Будет открывать Доктор Кевин Макнолти И поэтому Ты готов сегодня? Готов сегодня? Бог что-то будет Зажигать сегодня в тебе Вы знаете, Доктор Кевин Макнолти Уже Посвятил всю свою жизнь Для проповеди Евангелия Уже 35 лет В более чем 60 странах мира Но больше, чем Проповедовать толпам людей Страсть доктора Кевина И Леси Макнолти Это поднимать служителей Поднимать евангелистов Вдохновлять их Достигать нации Когда они приезжают В какую-либо страну Когда они проповедуют Евангелие В палатках Или на Крусейдах Они хотят сделать это Таким образом Чтобы любой проповедник Из деревни Приехав на эту конференцию Мог увидеть эту модель И сказать, что Я могу сделать то же самое И сказать Я могу то же самое сделать И самый большой комплимент Который доктор Макнолти Кевин и Леси получают Когда они уезжают из стран Знаете, как он звучит? Они говорят Спасибо, вы можете ехать Теперь мы можем сделать это сами Вы нам больше не нужны Теперь мы знаем, как это делать Вот это и есть цель Настоящего ученичества И доктора Кевина и Леси Делают это уже на протяжении 30 лет вместе И для меня большая привилегия И честь на этой сцене Представить доктора Кевина Макнолти Сегодня Пожалуйста, добро пожаловать Спасибо за музыку Прежде чем вы сядете Встаньте, пожалуйста Поднимите руки Скажите, я жив Я на чеку Я не сплю Я полон энтузиазма И сегодня моя жизнь изменится Во имя Иисуса Аминь Можете присаживаться Я благодарю Господа за мой голос За Мишу Это так важно Когда ты говоришь для тех, кто на другом языке Иметь голос, который Можно будет слышать Так было не всегда Сто лет назад Ты должен был сам приехать в страну Выучить язык Это занимало 10 лет Прежде чем ты смог обращаться к людям Но кто-то был первопроходцем В использовании этого факта Что можно говорить через голос кого-то другого И это открыло мир И сейчас многие русские хотят ехать в Индию Я говорю, и здорово Только, пожалуйста, найдите вначале Хорошего переводчика в Индии Который говорит по-русски Благодарность Богу И я также хотел бы благодарить Ойстина За то, что он принимает нас здесь И вот он здесь И мы на самом деле Празднуем юбилей его труда И я не был во всех местах На которые он оказал влияние Но он тот, кто открывает двери И он приезжает в те места Где есть естественные потребности И нужды у людей И это открывает их Это размещает их сердца Так что там прислушиваются к Слову Божьему И это знак того, что эти люди Эти иностранцы Они заботятся И это открывает их сердца Чтобы они слышали И как люди могут спастись Если они не услышат Вначале Евангелия И мы здесь И я обращаюсь к служителям И если ты не находишься В активном служении Ко времени завершения Нашей конференции здесь Ты будешь в нем Но в моем разуме В моем сознании Обращаюсь к моим товарищам К моим друзьям Которые делают то, что делаю я И поэтому я хочу утвердить вас В том, что сделает вас стабильными В том, на что вы можете полагаться В том, что будет работать для вас И вы знаете это Когда приезжаешь в новый город Ты стоишь перед толпой Иногда это тысяча человек У нас было такое Что было и по 250 И ты стоишь там Перед всеми этими людьми И они не знают ни твой язык Ты не знаешь их поведение Их традиции И ты неправильного цвета кожи И на неправильном языке говоришь И ты отличного от них происхождения И ты говоришь Что на самом деле утешает тебя И это то, о чем я хочу говорить с вами сегодня И это то, о чем я хочу говорить с вами сегодня И я смотрю на вас не здесь Я смотрю на вас Перед группой незнакомцев Когда вы уедете отсюда Люди, которым Благодаря тому, что вы скажете Пойдут либо на небо Либо на веки погибнут Потому что то, что есть у нас То, что написано в этой книге Это Писание дано нам Там написано, чтобы мы знали Что есть вечная жизнь Это не то, на что ты надеешься иметь Не то, что ты хотел бы только иметь Однажды Нет, это то, что ты знаешь Ты знаешь, что ты готов умереть за это Потому что ты знаешь, что у тебя это есть И стой перед людьми Ты должен знать, что у тебя есть нечто It's a matter of life and death. It's the most important job in the world is the job that you have. And then you must also have the confidence that this Jesus, alive, will back you up. И также ты должен иметь уверенность, убежденность, что этот Иисус, который жив, что Он поддержит тебя. Он уникален. There's no other prophet, no other spiritual voice throughout the ages that has ever said what Jesus said. There's no other spiritual leader of history that ever gave His power to His followers so that they could do the same things that He did. And you must have confidence in that. Later on, I will share the uniqueness that we are living in. that you, as ministers, must stand before the people, knowing that what you have will produce the same results that Jesus would get if He were standing there. that you, when you are standing before the people, you must know, that you will have those same results as if Jesus was there. I was going to one of the countries we've been in almost 65 nations. And one of the countries was Puerto Rico. And one of the countries was Puerto Rico. And as in the process of setting up, I usually go to several of the cities. And I speak with a lot of the significant leaders in different cities so that to let them know that something special was coming to their nation. You know, we just don't show up and preach. We find the ground where we can preach on. We were just in Belgium. And it was a wonderful result of four people coming to Belgium to set up. And as you grow in your ministry, you will discover that that's important to send somebody ahead of you. Jesus, before he went to a city, he would send his disciples out two by two to the cities of which he was going to. And you are his voice. And so that's what you do. You send somebody ahead to prepare for what you're about to say to that city. So I'm in Puerto Rico and I asked the leaders there in the capital. I said, well, who do you recommend in this country that I should speak to? And I'm in Puerto Rico, I'm in the city of Ponce, and I'm in the city of Ponce, and I'm in the city of Ponce, and I'm in the city of Ponce. I said, well, that's great. I do, you know, in those countries, I don't do tent evangelism, I do open-air evangelism. But I'd be glad to meet this tent evangelist. They said, yeah, he's been preaching there for over nine months in that same place. And so I'm driving to this city. And I'm saying to myself, Lord, what can I say? This tent has been up for about nine months in one place. I like to be up, if you're doing a tent ministry, I like it to be up for a couple weeks, even a month. But I'm going to be speaking in the tent that's been up so long. I said, what, you know, what could I possibly say to these people? And the Lord, here's what the Lord said to me. He said, do your job. He said, do your job. And I knew exactly what he meant. Because I told him, I said, Lord, surely these people have been healed by now. But he said, do your job. In other words, preach the word. Lift up Jesus. Heal the sick. And so I'm thinking, I said, surely everybody's healed by now. But I'll be talking more about that. about the miracles that Jesus says, that's your job description. It's not a wonder. It's not a surprise. It's a job. Say работa for me. And if you're in another language, say job. It's in other words, it's not some sort of unusual experience. It's not some sort of special feeling. It's not some anointing that will fall in the moment. No, it's a job. How Jesus was anointed of God, going about doing good, healing all who were oppressed of the enemy. Иисус, помазанный Богом, ходил, творя добро, исцеляя всех угнетаемых дьяволом. It's not something special. It's something that feels that way. And ощущения такие есть. For years, I would travel around waiting for an anointing. И много лет подряд я путешествовал, ожидая особого помазания. If you would have met me 20 years ago or 25 years ago, I would have tormented you. It would have been four hours before I might have felt something. And I thought, well, when you have that feeling of anointing, then that's when you're supposed to pray. and I would tell everybody, run up to the platform right now because the anointing is here. And I would run through them and touch them as fast as I could before the anointing left me. I said, Lord, this is a tough way of ministry. But this is the only way I knew. I was trained under the sense of you have to have the anointing. And there's nothing wrong with that. It's true. it works. It's just not the whole story. And it definitely is very limiting, especially if you're in great crowds. Just a small percentage of people ever will see a miracle then. So there are some things that I had to learn to know. in order to stand before great audiences. And you, I'm training here, giving you some ideas, some thoughts, something to ponder, evaluate, evaluate in yourself. And as I was thinking about this time together, I was thinking about how could I really help you. You are ministers. You carry the responsibility. You carry the calling. And you carry the anointing. 24 hours a day. Everywhere you go. Whether it's on a street corner, in a tent, or in a stadium, or school. Or school. Wherever you're ministering, you carry that same anointing. But I discovered, when I began to work with Dr. T.L. Osborne, I discovered that the anointing was always present. I discovered, that the anointing was always present. And it had nothing to do with my feelings. And it had nothing to do with my feelings. And I'd be in some places where I actually was suffering from pneumonia. Sometimes I was in places where I was so sick, that I had to sleep 23 hours a day if I was going to preach one hour. And I would need a miracle myself before I could produce a miracle in somebody else's life. And I learned that you can't base your ministry on feelings. You have to base it on the will of God. And so I'm going to talk with you a little bit about that. Ministry is not some glamorous thing. It is a great responsibility. When I was alone ministering in the Philippines, I contacted some disease and I had committed myself already to several cities in the north part of the main island. So I knew within a few days I would be having a team that would arrive and that they were going to take me to these cities in the north. And I was so I was alone and I was bed fast in a hotel 23 hours a day. And it was just something I picked up somewhere along the road I was already ministering in the Philippines. So it was something I ministered in the Philippines for six years. So I don't know where I got it. And I don't know where I got it. because of the roads because of the roads they actually brought a mechanic and put him he was there just to keep the sound system from breaking down every day. Because of the roads the sound system would break every day. And that's how bad the roads were. So we had to drive for a couple of days up to the north. And I was so sick and I said, Lord I have hid it from these people that I can't do this. They don't know how sick I am. But you've got to do something. I said, I'm going to be speaking to a great crowd within hours. And I can't do it. You've got to do something. I need my miracle right now. You've got to do something. I need my miracle right now. And I told the head guy I said, listen I just got to go for a walk. So I walk in the forest there. And I said, Lord do something. And it began to rain. And as those raindrops every raindrop hit me it's like a little energy hit me. And I started to feel I started to feel cleansing and energy. And it started at the top of my head. The water began to have life in it. And I just held myself in the rain. And it poured on me. I got soaking wet. And I got soaking wet. But I felt 20 years younger after that rain. Totally healed. They never knew how sick I was. And we did another month of preaching city to city, town to town. And we did another month of preaching city to city, town to town. God is a wonderful God. God is a wonderful God. God is a wonderful God. The reason I told you that story is because sometimes you're alone in ministry. you're in a strange city. You're in a strange city. Or a town. Or a village. With a strange language. And people. But you're never alone. Jesus Christ said, I'll never leave you nor forsake you. And you have to have comfort in that fact. That He will never leave you. No matter how bad the situation looks. He will not remove the call from your life either. You might feel like you can't fulfill that call. But He will never remove that call from you. You are here because you have a call on your life. You have been drawn here to be among people of like faith. Those sitting next to you, you might not know them, but I want you to get to know them. because they have doors that will open for you. Because they have doors, that will open for you. And you need to go to new places. Every time you go somewhere, it gives you something new. Something new about yourself. Something new about your ministry. Something new about your ministry. and you'll find the grace of God in every part of this earth. He will help you. And you need to have a foundation. And this week together, that foundation, I believe, is one you must know the will of God. You must know that it is already established. His presence in you. His power in you. His program for you. His program for you. Is already established. He has got thousands, hundreds of thousands, and for some of you, millions of people that you must talk to. You must talk to. When Paul was going down in the ship, an angel appeared to him, because the ship was going down, and it looked like all of them would be lost. They've already thrown out all their food. And when Paul was on the корабle, and the ship was going down, and he thought, that all of them would be lost. They've already thrown out all of them, including food. And an angel appeared that you must appear before Caesar. You must appear before Caesar. I know you're not eating. I know you look like you're going to die. I know the soldiers want to kill you. But you must appear before Caesar. I want you to know that if you're going down, you, say I, I must appear before Caesar. Say that with me. I must appear before Caesar. There are people that will go to hell if you do not appear before them. There are countries that will be lost if you don't go through their borders. You are the only difference between people who will be sacrificed on the altar of sin and death and hell and those who will find peace on this earth and go to heaven. You are the key to the difference. You are the key that will bring to the people and it will be the key to the people who will go to hell and will get salvation. Jesus came in flesh. God became flesh and dwelt among us. the word of God became flesh. The word of God became flesh. Why? To show us what God is like. To show us what we are like. and then to die and then to die and satisfy the court of heaven and удовлетворить the court of heaven to take our place to take our place to take our sin to take our sin to pay a price that satisfies the creator So now the creator of the universe who created Adam and Eve the first human beings and he had a plan for them he had a purpose for them to multiply and to reign in this earth he created this earth for his family as a place where they could reign but they sinned and that they separated themselves and that they separated themselves and that they separated themselves but God never gave hope in us and he's a righteous God so he needed someone to do the righteous thing and to pay the price and he's a righteous God and Jesus said I've come to do thy will Jesus was on this earth to do the will of the Father by dying why? so that the dream of God could happen God had a dream and that dream is you you're his dream and because of the fall someone had to get us right with God again and that was why Jesus came and that was why Jesus came Jesus came because you needed him to come I needed him to come to take our place to take our place why? so that we could take the place of Adam and Eve we could be the people who would reign in this earth the authority of God was given to us to reign in the world in the abundance of grace and the gift of righteousness we reign in life accept that gift accept that gift abundance of grace and the gift of righteousness whether you feel right or not you are the righteousness of God that devil can't do anything about that people who dislike you can't do anything about that and it doesn't matter what the newspapers say about you it doesn't matter what religion says about you and not everybody will be always agreeable with you but grace and righteousness are yours for your whole life God God depends on you Бог полагается на тебя Он верит в тебя и that's why Jesus says because I live you shall live also Иисус сказал Я живу и ты будешь жить тоже и это не низкая жизнь а Его жизнь потому что Он сказал Я живу и ты будешь жить тоже и Иисус сказал и Иисус также сказал дела которые Я творю вы сотворите поэтому на самом деле вот эта книга она о тебе эта книга она о тебе every time I read a page in this book it hits me it just says wow каждый раз когда я читаю какую-то страницу из этой книги то меня как бьет оттуда чем-то that's how God sees me вот так меня видит вот что Бог думает обо мне вот к чему я призван и поэтому когда я был по дороге в этот город Пуэрто-Рико и я думал что там уже все давно сказано все проповедано Он мне просто сказал делай свое дело у тебя сверхъестественная у тебя сверхъестественная работа у тебя та же работа что была у Иисуса и Он ходил творя добро проповедуя уча и исцеляя всех угнетаемых дьявол другими словами есть и враг и этот враг может победить единственным способом если мы не знаем кто мы и поэтому самое важное чему ты можешь учиться здесь это знать кто я я призван Богом я оснащен Богом я наполнен Его духом я Его голос на этой земле и потом идти и доказывать 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 некоторые из вас проповедили на улицах и говорят ну я знаю Евангелие я это могу делать но вот чудес не видел я ты чудотворец ты чудотворец потому что чудотворец живет в тебе когда я получил рождение свыше я не знал всей этой терминологии рождение свыше какого-то все я знал я был теннис-про все я знал что этот книг имеет что-то о Иисусе и я профессионально играл в теннис и я знал только что эта книга говорит об Иисусе и мне нужно принять решение в отношении этого Иисуса и я принял решение сделать шаг по направлению к нему и когда я сделал это я говорил уже об этом две вещи произошли во-первых я почувствовал что мое прошлое было омыто как будто внутри что-то произошло и все мое прошлое было омыто и я видел как небо открылось и я слышал что слова я вижу тебя там и я не знал всего этого я помню свои первые слова люди не должны такое знать я ходил в церковь 22 года но в моей той церкви ты надеялся что попадешь на небо но ты не знал ты слышал об Иисусе но это исторический персонаж не живая личность и я так сожалею от тех кто религиозный у них есть религия но нет взаимоотношений нет реальности нет никакого сходства с этим живым Иисусом это печальная вещь и перед такими людьми тоже надо стоять и иногда это будет самая сложная аудитория для тебя они будут защищать свое невежество они сами ничего не знают они хотят чтобы ты что-то знал но я знал сейчас это первое что я знал что мое прошлое ушло и что у меня решен вопрос будущего и через две минуты я стал другим человеком почему? потому что я знал то чего никогда не знал прежде я был в церкви каждый день я был хористом я помогал в алтаре и я мессу всю знал он на латыни ну точно если Бог хотел поговорить со мной я в его здании и так был каждый день но он там не говорил со мной до того дня пока я не был под тем деревом и никогда не сказал Иисус ты нужен мне я хочу чтобы ты был за мной и потом я просто взял эту книгу и я взял маленькие 50 центов у меня была вот эта книга у меня были маленькие книжечки по 50 центов и я сказал Иисус я не доверяю церкви но буду читать эти книги и то что ты сделал для кого-то в этих книгах ты должен сделать для меня и это наш договор Иисус я хочу знать тебя и я буду действовать и с этого началось мое служение и исцеление это было не мое служение это было служение Иисуса Он был во мне и на следующий день до этого я был профессиональным игроком в теннис я был первым по теннису в штате Мичиган и сороковым в США и на следующий день я играл матч в теннис и ко мне подходит парень на костылях и говорит Кевин я не могу играть и я сломал себе ногу и там у меня гипс я сказал нет проблем он сказал что ты имеешь ввиду нет проблем я сказал у меня появилась новая информация он такой что? какая у тебя новая информация? я сказал я вычитал кое-что вчера и это сработает и я сказал я буду сидеть и я хочу положить свою ногу больную мне на колени и ты получишь исцеление и сможешь играть теннис но из-за того что я был игроком номер один то он вынужден был меня послушать он конечно думал что я сумасшедшим но ладно ну положу ногу свою тебе на колени я помолился над этим гипсом у меня не было никакого знания как, когда и что там может произойти ничего этого не знал я просто прочитал в этой книжечке как чудо произошло служение вот этого проповедника и моя идея отношений с Иисусом если это произошло с кем-то то это должно произойти и со мной я сказал ну хорошо ладно вот это самое первое поэтому я снял его гипс я думаю что его врач не слишком сильно это оценил для меня это было ново может быть для вас знаете вы слишком образованные может быть вы никогда бы такое не сделали но я это сделал сейчас прыгай на этой ноге он сказал прыгай да сломано нога-то я сказал у меня есть некий инсайт информация это работает и я читал об этом но он стал прыгал я сказал еще прыгни он еще раз прыгнул говорит что-то странно здесь нету боли в ноге я говорю еще прыгай и он начал прыгать давай прыгай продолжай он такой ушла боль ушла я говорю сейчас хватай ракетку давай играть ну вот так это было это чудесное служение исцеления я никакого понятия об этом не имел это просто было то что произошло у кого-то и я стал таким агентом исцеления но я просто шел на небо это все что я знал но я знал что это Иисус он дал мне вот эти два вида информации и надеюсь что у вас есть эта информация что прошлое твое прощено и не дежись больше за него оно ушло его нет апостол Павел говорит я распят со Христом уже живу не я но Христос во мне и я не знал кем я был но я знал что вот этот старый Кевин умер и на этой неделе я помогу вам с вашим самоощущением самопониманием потому что вам необходимо стоять перед людьми вам необходимо иметь уверенность в самому себе уверенность в своих собах уверенность в своем опыте уверенность в своих взаимоотношениях с Иисусом почему потому что ты его представитель 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 ты представляешь его это не просто какая-то милая идея это не то что это не то что иногда временами работает но ты are all that he has ты это все что есть у него когда он пришел сюда он не мог заставить религиозных людей слушать себя и он сказал ну хорошо тогда начну с рыбаков the tax collectors even the soldiers the soldiers said no said you have the greatest faith he said just don't even you don't have to come to my house the soldiers said that даже солдат имел великую веру сказал ему да тебе даже не нужно приходить Jesus just say the word only and my servant shall be healed Jesus I have not seen such great faith no not in all of Israel here's a soldier no no education doesn't speak the language doesn't have a mentor in those days he was a teacher he did not have an education in religion and he says to that man who had none of those things he said I have not seen such great faith no not in all of Israel don't let people put you down because of your past or because of your job or because of your education because of your culture that doesn't matter to God at all they were shocked the people who were following him were shocked hey he's a he's a Roman soldier what do you mean saying he's got the greatest faith yeah he understood one thing listen preachers you don't mind if I call you preachers women you are preachers we're going to get to my sermon soon matter of fact Olga you're going to have to tell me the minutes because you know me I can preach but I want you I'm sorry but boy I can preach and I've got some sermons I've got about thirty books worth of sermons that I just like to write you need to hear these all day long eight hours a day I need to preach but I got you for about another thirty minutes but that man that soldier he said he said I'm a man of authority I'm under authority and I see that you have authority and that's why he said just say the word only and my servant shall be here he didn't know anything except one thing he just knew one thing you think you need to get some major bible education and then you can God will use you no you gotta know a few things find something in the new testament and say I'm going to practice that until I know that and make that reality that word that scripture that idea that truth make it your truth and you'll change the world the world is looking for truth truth that can be confirmed and you carry the authority of heaven and you carry the authority of heaven Jesus said I'll never leave you I'll never forsake you so he is committed he has promised to be with you Поэтому Он пообещал, Он обетовал тебе, что будет с тобой. И Иисус не ждет, пока ты станешь совершенным. Он не ждет, пока ты получишь какую-то научную степень. Но Ему нужен ты. И Он хочет, чтобы ты действовал для Него. Он верит в тебя. И Он обращается к тебе. И ты будешь расти. И ты изменишься. И ты будешь основателем Царствия Божьего на земле. Почему? Потому что Он пообещал это тебе. И Он не передумает. Хороший ты, плохой или безобразный, Он не передумает. Он верит в тебя. Он умер за тебя. Он настолько верит в тебя, что Он умер за тебя. И Он живет в тебе. И поэтому жизнь будет опытом. И служение будет неким опытом. И иногда, когда ты стоишь перед толпой, ты чувствуешь себя одиночкой. Иногда ты чувствуешь, что ничего у тебя не получается. Кроме того факта, что Иисус внутри тебя. Но этого уже достаточно. Если ты говоришь, То Он поддержит тебя. И в этом красота служения. И все эти идеи из Писания станут твоими идеями. И я говорю это вам, потому что знаю, что служение может быть сложным. Но я хочу, чтобы ты рос. Я хочу, чтобы ты стоял смело перед толпой. Я хочу, чтобы ты писал книги. Я хочу, чтобы ты рассказывал свои истории. Потому что вы апостолы. Вы пророки. Вы евангелисты. Вы и есть история. И Иисуса в нашем поколении. Мы здесь, в этом зале, не можем помочь предыдущему поколению. И мы не можем помочь следующему поколению. Но мы голос. Для 8 миллиардов людей, которые живут в этом поколении. Скажи, я голос. Иисус верит в меня. That's it. Мы голос. Это поколение. That's why I want you in tents. I preach in churches. I preach indoors, in stadiums. I preach everywhere. But I love preaching in tents. You know why? Because I can pack up and go to the next city. And I like that. I thank God for churches, for big churches. И я благодарен Богу за церкви, за большие церкви. But I want to go to the church. I said, I can't do it when you're fighting. I said, I can't do it when you're fighting. And the mayor got the money. And I got a bunch of Christians who fighting over what they don't have. И куча христиан, которые сражались за то, чего у них нет. I'll go back. Я вернусь. But only if they're united. But only if they're united. So, that's why we're talking about Europe right now. Because of that experience. Из-за этого моего опыта. I washed my hands. I said, Lord, I washed my hands of Europe. Я омыл руки и сказал, Господь, я умываю руки по поводу Европы. I'll be in Russia. I'll be in Ukraine. I'll be in France. I'll be in Africa. Буду в Африке. Matter of fact, the bishop of West Africa, I just got a note from him this morning. He's on a plane coming here. You will hear him. И епископ из Западной Африки, я только что получил сообщение от него этим утром. Он на самолете, он будет здесь. I made a deal with him. И я с ним договорился. Because he's very popular in Africa. Он очень популярный в Африке. And I said, we did seven nations together there. И мы там вместе служили в семи странах. And I said, listen. I said, you give me two years in Europe. Because he speaks good French and he's a good preacher. Потому что он хорошо говорит по-французски. Он хороший проповедник. I said, you give me two years in Europe. I'll give you two years in West Africa. You help me in this part of the world. I'll help you in that part of the world. He agreed to it. And he's been going now to the villages ever since then. He's gone, I don't know how many, four or five trips. I don't know how many trips he's made. He's honoring his word. And he's going to the villages in Belgium and in France. And I don't know, so other places. And he's stirring them up. Why? So that you can go to those places. And have a friend. And have a platform. Because the churches are empty. People are lost. And shall we forget this? Here in Norway. I heard it's under 4% are actually in churches. It's hard for me to believe that. But I was in Belgium. And I'm going back in a couple of weeks. And you can see the great cathedrals. More cathedrals in Belgium than any other European state. And they're all empty. If they're not empty, then they are bought by Muslims. And they're now become mosques. What are we going to do about it? I know you come from different nations. And you need to take your nation. But you are not called just to your city. You're not called just to your state. Or your country. Jesus had gone to all the world and precious God. You have been given a word for the world. You have been given a word for the world. Say this. I am a world minister. And you take those opportunities. Say, well, what if they don't want to hear me? If you say, well, what if they don't want to hear me? Heal their sick and they'll want to hear you. So, I've had to stand before. That's what I'm talking about. Sometimes it's very lonely in this position. And when you're outdoors. I started a church in Lake Baikal. Is it Isakal? What's the name of that city? I can't remember the name of the city, but I know it's on the lake. I don't know which one is this. I don't know which city. I don't know which city it was. Angarsk. Okay, Angarsk. Started a church there. Pastor said to me, and I arrived at the city. He was a graduate of my Bible school in Moscow. He says, Kevin, we've got a big problem. We had a popular preacher that was just here. He rented the stadium. He paid for advertising. He was on TV. He was on the radio. He had all the pamphlets. He had all the money. And we got the stadium. And only a few people showed up at the stadium to listen to him. He said, Kevin, I don't have any of this advertising for you. I don't have any place for you. I don't have any advertising for you. And here you are. You've flown all this way. He goes, I feel so sorry, Kevin. He's about ready to cry. He's about a preacher. I said, what's your problem? There's no problem. I don't see a problem at all. He goes, what do you mean you don't see a problem? I said, you have a рынок here, don't you? He said, yeah. Take me to the market. Don't take me to your house. You're boring. A Bible school student talking this way. How could you talk this way? You were in my Bible school. So we went to the market. And where's Евгений? Евгений knows these things we started with. You know, a walking speaker. Just put two speakers on your shoulders. And you're a walking speaker. How are your shoulders now? Okay. So, we just put some speakers. Well, cheap speakers, but they were speakers. We put them in the market. So everybody's shopping. And everybody gather around right now. God is about to do some miracles for you right now. The blind are going to see. The deaf are going to hear right now. If you're sick, I want you to show up right now. Everybody's sick. They all came. You say, we're sick? Yeah, we're sick. Come here. So I got a crowd. I just told them the gospel. The one I just told you. I told them. God's purpose for humans. Live healthy. Live with authority. Whatever you name that, I'll call it that. God said to Adam and Eve, whatever you name it, I'll call it. He's given us the earth. Folks, God has given you the earth. Not just a little building in the earth. He gave you the earth. How far can you go? My mother used to be nervous about me. How far are you going to go? I said, I'm going all the way. Every time I hear of a new place, I say, I want to go there. When you stood up here, yes, last night, I was telling Pastor Daryl, you need to go there. You need to go there. You need to go there. People are waiting to hear you. So I preached to that reenact. I said, now God's going to demonstrate. And he started to open up the deaf ears. And I started to pray for the sick, and many of them were healed. And I said, people, we're going to gather tomorrow. Would you like to hear more? Yes, yes. I said, Pastor, where are we gathering? I have no idea, where we're going to meet. I said, you have some place, right? That we can meet. I said, you have some place, right? Yes, I have this, you know, little place. Yes, I have this, you know, little place. Okay. Just say the directions. So we started his church in one day. So we founded his church for one day. Thirty-six people. Thirty-six people. And growing every day. And then the head of the major church in town got wind of this fast-growing church. услышal этой быстро растущей церкви. And they came, they came to the meeting. And they came to the meeting. The head of this church came with a group of men to the command meeting. The head of this church came with a group of men to the command meeting. To announce that I was of the devil. And so he had it all written out. And he said, I wanted you to say who Jesus was. So I gave a Bible verse of who he was. Wrong verse. You're of the devil. So that's, gave a different verse. Wrong verse. You're of the devil. And I'm like, oh wow, I got a crazy guy here. So everybody's watching. And I'm being called the devil. And I just prayed for the sick. And the third time, this lady who was sitting there screamed, starts screaming. And she had a ball on her, a growth on her hand. The size of a little baseball was on her hand. And she's right there. And it was shrinking right in front of all these people who don't believe in miracles. And she's screaming because of miracles happening right in front of her. And the head didn't know what to do because they didn't believe in miracles. And he said, let's go, let's get out of here. Listen, you're not going to have friends, but that's okay. God didn't call you to have friends. Preach his word. Heal the sick. Jesus is your friend. Okay, let's turn to Acts chapter 22. I've got 10 minutes, right? Praise the Lord. Just have to start a school. Acts chapter 22. Verse 14. And then he said, the God of our Father has chosen you. Say, the God of our Father has chosen me. Он же сказал, Бог отец наших избрал тебя. Скажи, Бог отец наших избрал меня. That you should know his will. Чтобы ты познал волю его. See the just one. Hear his voice. And be his witness. This is what God's calling you to. You have to start with knowing his will. You cannot pray for the sick and expect results without knowing his will. I'm going to say very quickly, I've got to establish this will in you. You must have a foundation. I don't know, I don't know most of you, but I don't want you to be crazy evangelists. I don't know most of you, but I don't want you to be crazy. I want you to know his will. I want you to know his will. A lot of people, they are doing things that they don't need to do. Jesus was not crazy. He walked about doing good. Healing all who were oppressed of the devil. Sickness is an oppression. When Jesus hung on that cross, His back was beaten so badly, it was so ripped up, that He was unrecognizable. Иисус был избит, Его спина была настолько избита сильно, что Он был неузнаваем. He took that. И Он все это принял. For you. Ради тебя. If you don't know the will of God, then you cannot walk with confidence anywhere in the world. Тогда ты не можешь ходить с уверенностью в этом мире. Эта воля Божья, она покрывает всех людей и все проблемы. Without it, you will always, you might search and you might reach out for strange things. И без этого ты можешь стремиться и будешь достигать каких-то странных вещей. У тебя будет странное поведение. Странные требования. И не позволяй, чтобы странное отвлекало тебя. Знай Его волю. Это единственная база, фундамент для чудес знать это. И у вас не будет времени, но я хочу прочесть вам кое-что. Просто запишите местописание, можете прочесть его позже. 1 John 5.14 И это та уверенность, которую мы имеем в Нем. That if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, то чего бы мы ни попросили. Just say this word with me. Whatsoever. Чего бы Бог не ограничивает тебя О, я мог бы рассказать столько историй То, о чем я просил Изумительно И Он готов дать тебе Чего бы ты ни попросил Чего бы мы ни попросили И знаем, что слышит нас И знаем, что слышит нас Чего бы мы ни просили Мы знаем, что получаем просим от Него Мы знаем Мы не просто надеемся Мы знаем Многие люди ходят и говорят Надеюсь, это получится, сработает Не сработает Listen to the word Until you know Слушать слово Настолько Чтобы ты знал When Jesus was out preaching It says that the power of God to heal Was present in the room Nobody knew it But the power was present in the room And then a man was lowered down From the roof And Jesus said You're forgiven I love that verse You're forgiven Well, hey I'm a paralytic You know I'm forgiven Great And the religious people Were more upset And Jesus said You're forgiven Because only God can forgive И религиозные люди Они больше расстроились от этих слов О том, что он прощен Потому что только Бог может прощать So that you would know That I have power To forgive Чтобы вы знали Что я имею власть прощать See, in God's In Jesus' eyes The forgiveness of sin Was more hard Was harder Than the healing I tell you what You know I had one pastor Who was against healing He said Has anybody ever died In your meetings? I said Oh, yeah They die all the time He goes Did you just say They die? Yeah, and you're going to die too Someday And so am I We're all going to die I said He said But you don't mind saying that? The most important thing Is that you know Where you're going When you die It was long life Well, I satisfy you But you're still going to die I was told You were a faith preacher I am a faith preacher And I see more miracles Than most people Well, I don't believe in that Well, you believe in them dying Right? I've had meetings Where they be coming They'd be coming in On stretchers And one would get up And be totally healed And the other would die While the one was getting up The other one was dying I can't help the ground I can only plant the seed The seed produces the life The seed of the Word of God Is transforming you Even now Even now In this place Healing is happening Transforming you Not just your thoughts But your body The dynamics that are changing In your body Why? Because I am speaking to you As the image That God has created in you Is arising Because when I say When I say That God has created in you Is arising How you see yourself Is how you will see your future And how you will see your creator And how you will see your job First you must see yourself That's why First you must know This will And this will says That whatever Jesus died for God the Father Is committed To make happen In your life Because Jesus died For it to happen He died for you To be healthy He died for you To break the curse Of poverty Off of your life And unlock The access And the resources Of heaven So that they would Come to you Just like they came To Jesus When they asked him For tax money He said Go fish God knows Where the resources are I traveled On my first trips I went around the world With a dollar For ten years Just to prove to myself That God would provide I already had jobs Offered to me In tennis Over a hundred thousand dollars 130 thousand dollars When you're number one In the country And in the state Everybody wants you I said Money's not the issue I've got to discover If this God Will cause this money To come And I can walk With him I can follow him And so when I got married I said Honey Let's go to the Philippines In China And first Let's pay all of our bills So we took our Money from the wedding We paid all of our bills Оплатили все счета We sold our car Продали машину So let's buy the tickets We bought the tickets We had a dollar left One US dollar left One US dollar left He says Now Leslie Now Is a moment I'm getting on that plane You don't have to get on that plane with me You don't have to get on that plane with me Leslie was a bank manager She knew how to raise She knew money Leslie работала менеджером в банке Она знала о деньгах все You don't mess with Leslie She had 23 men working for her Не надо Забуждаться по поводу Leslie 23 мужчины работали Под ее руководством Я говорю Я сажусь в этот самолет Если ты хочешь сесть на этот самолет И не будешь жаловаться Я дам тебе 50 центов Она сказала Давай 50 центов Поехали И мы по-прежнему едем И мы по-прежнему едем И мы по-прежнему едем Last month Leslie and I had 30 dollars В прошлом месяце У нас с Лесли было 30 долларов This pastor called этот пастор позвонил и он спросил а билеты есть у вас? я сказал нет а что есть? я говорю 30 долларов он такой а мы уже купили билеты ну повезло вам и слава Богу он отправил деньги чтобы мы купили билеты спасибо вы от Бога я верю что этот Бог он обеспечит он никогда не покинет нас но он также и не оставит нас и я должен был доказать это и я расскажу больше историй о деньгах потому что вы наверное в той же лодке что и я застряли в Ла-Манше без денег без лодки без людей но у меня был Иисус и я застрял в Китае в древней столице Китая один без денег посреди Китая нет банков у меня было много книг и много брошюр Лесли said let's pray я сказал сейчас же времени молиться нет мы должны проповедовать проповедовать этим Китайцам мы должны привести к покаянии мы должны чтобы Бог чтобы Бог Бога внимание привлечь чтобы люди посетили Его на небе чтобы Он посетил нас на земле я расскажу вам эту историю позже вам интересно будет? мы расскажем ее позже две страницы я не знаю зачем я все это приношу с собой я не знаю зачем я все это приношу с собой я просто чувствовал что иногда вы стоите будете стоять перед людьми которых вы не знаете в одиночку перед людьми на языке которых вы не говорите и вам нужно знать Его волю и я продолжу об этом вам нужно слышать Его голос слышать Его голос и вы слышите Его больше чем думаете жизнь никогда не будет скучной если вам не с кем поговорить Он вас послушает и никогда не было такого чтобы Он не говорил мне о следующем шаге о следующем месте о следующем человеке о следующем решении я никогда не оставался без этого и не останешься и ты потому что Он живет внутри тебя и Он говорит с тобою слышь Его голос и видь Его увидь праведника я должен поговорить с вами и будь Его свидетелем у тебя есть то что ты можешь сказать другому и мы поможем вам это увидеть скажи аминь спасибо Иисус за то что ты будешь этим путем в моей жизни каждый день моей жизни жизнь восхитительна поэтому мы назвали свое служение христианские приключения и дал это название не я один пастор потому что мы все вышли из лодок одновременно мы служили на островах открывали церкви на островах в южной части Тихого океана и мы добрались до одного острова и был такой сильный отлив что нельзя было добраться до берега нужно было в воду сходить и уже темнело мы все выпрыгнули из лодок и внезапно солнечный свет попал на воду и все мы нас было где-то шесть человек одновременно увидели что он обходил в той воде и знаете что было в той воде? тысячи, тысячи змей были в той воде и мы буквально шли по змеям и мы все вот так замерли одновременно может быть это наша последняя миссионерская поездка и пастор из Америки посмотрел на меня и сказал путешествие с тобой, Кевин, может быть настоящим христианским приключением и он сказал вот хорошее название для вашего служения я расскажу вам больше о новой книге это книга, которую вам необходимо иметь, нужно изучать она поможет вам в темные дни и даст вам великую стабильность для вашего служения называется 12-й стабиль она есть на русском, по крайней мере главы есть на русском и на других языках, на норвежском аминь hope is yours thank you слава Богу мы ожидаем сейчас, доктор Лесли Макнолти зайдет сюда и мы будем продолжать вы скажете, о, нам так удобно на этих стульях мы уже это хорошо, комфортно себя чувствуем еще бы кофе бы нам принесли я вас предупреждал, это будет интенсивный день если вам нужно, можете встать немножко потянуться попрыгать чуть-чуть я приглашу Ольгу, мы споем одну песню и мы сразу продолжим и мы продолжим хорошо и я не знаю, каким образом вы оторвали эти ленты со стульев, чтобы подобраться далеко вам нужно приблизиться сюда и сесть поближе пожалуйста, никуда не уходите, мы начинаем буквально прямо сейчас оля я хочу сказать, сделал несколько объявлений, друзья мы запустили новый канал на ютубе, называется iMove.Live и мы начали новый канал на ютубе, в котором информация есть и мы запустили программу, которая называется iMove и мы начали программу called iVoo да, на русском программе я двигаюсь да, можно сказать iVoo я двигаюсь это программа, которая была нацелена на подготовку и тренинги евангелистов и мы запустили эту программу в прошлом месяце в Вельгии мы начали программу в Бельгии в прошлом месяце на русском это состоит из четырех букв move 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 И как можно по-русски сказать? Наделение силы. Программа iMove – это о мотивации, о возможности, о видении, которое Бог дал тебе, и об оснащении, об наделении силы, чтобы сделать и совершить. Поэтому я вдохновляю вас, пойдите и подпишитесь на этот iMove канал. Поэтому я желаю вас, чтобы подписаться на этот iMove channel. Все проповеди, которые вы будете слышать здесь, мы будем выкладывать также на этот канал. И вы можете сообщить своим друзьям, что они могут зайти на канал iMove.Live и увидеть эту конференцию по трансляции. И также вы можете найти нас на Facebook iMove.Live и на веб-сайте iMove.Live. Поэтому мы будем двигаться. Аминь. И мы больше будем говорить об этой программе на этой неделе. Давайте прославим Господа, и мы продолжим сразу. Музыка Музыка Люблю без тебя, не надо возьмать Люблю тебе, люблю и каждый день Слово я звоню, люблю тебя Люблю от тебя, он разрушает Небо всё, кровь и нога Наш Бог, Бог, милостив Наш Бог, ты могущий Господь творит то, что хочет На небе и на земле У меня есть ум, сотворивший меня Похожим на себя У меня есть ум, который может Всё, везде и всегда Радовая нянь, он любит удивлять меня Он любит каждый день, говорит морить Он любит тебя, он разрушает Небо всё, кровь и нога Наш Бог, милостив Наш Бог, ты могущий Господь творит то, что хочет На небе и на земле Наш Бог, ты могущий Наш Бог, ты могущий Господь творит то, что хочет На небе и на земле Субтитры создавал DimaTorzok